Всем привет, мои дорогие! Мы идем на похороны. У соседки умер отец. Нас пригласили. Моего мужа пригласили, как он, юный дычи. И мы идем. Правда, погода у нас изменилась. Дождь пошел, но я не взяла зонтик, не нашла. Думаю, что он прекратится. Впервые иду. Первый день в похорон. Посмотрим, как там пройдет все интересно. Если будет возможность, поснимаем. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы будем кушать. Вот такую еду принесли. Соте, супчик, лукфик, салатик. Сладости тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья мои, мы дома. Там, к сожалению, я не могла вам снять все, но неудобно было. Как вы слышали, как читает Коран, мне так понравилось. Хотя я ничего не поняла, но это было как-то так до глубины души. У меня аж слезы как-то накатились на глаза. Это моя соседка, наша соседка. У нее умер отец. Вчера, когда я возвращала зумбы, я увидела во дворе скорую, но она уже уехала. Оказывается, у соседки больные родители, мама в больнице, и она взяла отца к себе. И отец упал в душе, и ударился головой, и вызвали скорую. Когда его отвезли, в итоге он умер. И, как вы знаете, сразу же на второй день проводят такое вот Кораночтение и поминки. Даже я вот, знаете, у нас тоже тут соседи некоторые делают, угощают других, но что было там, я вам показала. Там был суп чорба, мерджимек из красной чечевицы, было соте из курицы и пловый салат. И вот сладости были такие, сладости. Сейчас жалею, что покушала, там все хотелось. Получается так, на витар пригласили всех, все раздавали в одноразовой посуде. Напротив меня сели дети, приколисты, наверное, соседи там. И, знаете, вот они переворачивали весь стол, когда Коран читали. И мамаши ничего абсолютно не сказали. Рядом женщины сидели и говорят, тише, говорит, вы ведите себя нормально. Но мамы их вообще не обращали внимания. Вот дети сами себе кушать им подали. Как они кушают, что кушают. Нужно быть действительно, наверное, не знаю, таким, как-то спокойно относиться к этому. Как вы думаете, права я или нет? Покушали, напоили нас чаем, и мы сразу же приехали на нашей маршрутке домой. И вот сейчас я занимаюсь активно. Зимние вещи прячу, стираю, куртки. Сдали сегодня наши манто, пальто, химчистку. Один костюм, у меня юбка и пиджак зеленого цвета, вы знаете. Я его еще ни разу не сдавала, химчистку. Мое светлое пальто от Виктории Секет. Манто, которое я ношу с таким бордовым воротником, но воротник я сняла. И мужа тоже манто дорогое. Вот это мы сдали три вещи, 340 лир. Нормально цена, я думаю, что нормально. За одни сутки нам его почистили. Такое сразу свеженькое стало. И вот мы сейчас активно занимаемся. Я занимаюсь уборкой. Сегодня я дошила платье. Один день одену вам наряд и покажу. Сейчас я показывала, снимала фотографии. Муж говорит, давай померяю. Я ела и сарафан розовый, и платье. Все померила. Что-то я раздевалась совсем, такая какая-то слабость. Погода у нас, знаете, какая была? То солнце, то переменная облачность, и дождь в итоге пошел. Я вот сижу на балконе. Так приятно, так приятно. Мы пришли, выпустили своих попугайчиков, они там с ума сходят. Слышите? Чик-чик-чик-чик-чик-чик. В общем, еще я сегодня реставрировала мой рисунок. Большой лотос у меня, что есть. Не сегодня, а вчера я закончила его. Это все уходило в мои планы. И потом вам покажу. А сейчас я просто посижу. Вот немножко у меня голова разболелась. И все. Мы не видели покойника, ничего, как у нас панихида в Грузии. Обходим вокруг гроба. Мы просто пришли, послушали молитву. Нас накормили, напоили, и мы уехали. Вот так вот здесь. Я как-то впервые была на таком. Со сколько лет жизни? Шесть лет жизни в Турции. Я вот впервые побывала вот на таком столе. Женщина отдельно, мужчина отдельно. Аж как я все на меня поглядывала, как я там сижу. Я еще взяла с собой платочек, потому что он сказал, когда читают Коран, надо покрыть голову. Но я посмотрела, что там очень много женщин сидели с непокрытой головой. И поэтому я это уже не покрыла. Вот такие вот дина мои дорогие. Всем добрый вечер, мои дорогие турцишки. Сегодня мы идем на второй день похорон. Нас пригласили тех, кто вчера пришел. Сегодня тоже пригласили. Сегодня похоронили и вечером на их пар пригласили на ужин. Будут лохман джун и сказали, что вы обязательно пришли. Будут очень довольны. А я сегодня дома. Занималась целый день уборкой. Улыбала окна, санавески стирала. Не заканчиваются у меня. Какой-то кошмар. Эти зимние вещи летние вытаскивала. Перегладила, муж повесил. И все вот так с душ приняла и собралась. А, еще, кстати, готовила ужин. Сегодня рыбу, думала, пожарю. Сумон мы купили. Две штуки. Затем кефте из чечевицы красные. Ну, мне очень нравится, да. И мужу тоже нравится. Еще я хачапури. Тесто много замесила. Приготовила себе хачапури из чечевицы. Что я только не придумала. Нравится мне, что делать. И он позвонил, говорит, вечером мы идем обратно туда. Так что вот, второй день мы идем в гости. Ну, знаете, несмотря на то, что я с половины восьмого на ногах кручусь, как белка в колесе. Во-первых, не могла отказать мужу и отдохнуть, да. Уже все дела сделаны, все. Перестирано, переглажено, убрано. И надо отдыхать. И вот они идут. Мы идем пешком здесь, потому что это близко возле нас. Вчера был дождь и маршрут, когда нас отвезли. А каждый сейчас своим ходом идет. И, думаю, попросила. Я говорю, давай пешком пойдем. Не хочу автобус. А немножко, знаете, чтобы мозги развеялись. Ну, так вот. Идем мы. Пойдем. Не буду уже там снимать. Неудобно. Если что-то интересное будет, покажу вам. Ашкин, бурасы не. Бурада. А? Гер мединсы? Здесь яблоко. Здесь ярмарка какая-то. С чем связано? Интересно. Наш капыджи идет так. Днем, наверное, началось. Интересно. В связи с чем это связано? Почему-то со вчерашнего вечера прохладненько стало. Что вот, мои дорогие, прогулочка у нас хорошая. Приятно с полезным совмещаем. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.